здравствуйте дорогие зрители моего канала сегодняшний выпуск я посвящаю ароматом фирмы бракар я его так и назвала мой бракар только что разбилась фиолка с моими любимыми духами черная лебедь от бракар и это меня немножечко сбило с толку и нарушила мой внутренний настрой и порядок с которым я продумала сегодняшний выпуск мне очень жаль потому что из всех бракаров это действительно мой самый любимый простите если буду немножечко сумбурно из-за этого начнем мы конечно же с истории генрих анри бракар это русский предприниматель меценат и парфюмер французского происхождения который 1864 году в москве основал компанию бракар и ко об этой истории я рассказывала когда знакомила вас с шедевром новой зари красной москвой вы можете посмотреть эту историю выпуске о красной москве сегодняшний же концерн бракар никакого отношения к новой заре не имеет концерт был создан в 1991 году и выпускает сейчас парфюмерию косметику бюджетного сегмента за исключением каких-то лимитированных коллекций и отдельных дорогостоящих выпусков у компании бракар очень много любителей почитателей и не случайно ароматы действительно интересные компания приглашает к сотрудничеству известных европейских парфюмеров которые создают композиции для нее и учитывая то что парфюмерия как правило все-таки бюджетная но при этом интересная и постоянно ее создатели находятся в поиске бракар завоюет все новых и новых поклонников и любителей своего бренда и вот в моей коллекции как вы видите тоже набралось порядка 15 флаконов а часть из них я вам уже рассказывала поэтому буду останавливаться более основательно только на тех с которыми познакомлю вас сегодня впервые вот начну с аромата которая называется sweet home то есть милый дом линейки cup of tea и это линейка этот аромат 19 года и вся линейка в основном тоже 19 года к сожалению сейчас не так хотя ароматы у нее чудесные то есть чайная серия посвященная разным оттенком чая я благодарю свою подругу кати катю катэ за то что она меня познакомила с этим чудесным ароматом и нам с лизой он очень пришелся по душе итак cup of tea бракар sweet home чем же пахнет милый дом милый дом милый дом у нас с вами черный чай красные ягоды лист мороз лист малины и лист черной смородины вот как заявлено вот именно так я и слышу дальше еще есть пергамот есть еще какая-то какие-то фруктики то есть впечатление от него это черный чай заварены вместе с листочками из сада с кустов которые растут на даче он очень приятный сладкий пряный и у меня еще вторая ассоциация с ним это знаете чайхана и ты пьешь чай на фоне где-то звучащих кальянов вот то есть такое дачное и в то же время просто восточно кофейное от слова кафе настроение приятный аромат тут есть и ваниль и корица то есть он действительно сладенький и как будто бы то звучит это все на фоне вот курящегося где-то вишневого кальяна не жалею а очень рада наоборот что появился в моей коллекции учитывая что это сейчас снятости мне пришлось его приобретать с рук второй аромат аромат который называется малахитовый цветок эта серия русская коллекция она известна популярна и многими любима у меня три аромата из этой серии малахитовый цветок пожалуй мной самый пока из трех которые я приобрела и ношу менее любимый имени поля у меня полтора годичный аромат ему уже порядка полутора лет и вот самое начало когда с ним знакомилась вообще я очень была противоречивого мнения о нем и как-то не составила окончательно свое о нем впечатление сейчас сегодня перед выпуском повторно несколько раз я до этого тоже подходила сегодня нанесла еще раз и даже на себя сейчас я в нем он нас отсылает по задумке авторов то это во первых я хочу сказать что это у нас крестьян вермарель парфюмер цветочный зеленый заявлен аромат парфюмированная вода концентрация но по задумке конечно здесь сказка сказки божова да и сказка малахитовый цветок автором наверное имелось ввиду ну вот французский автор и как он видит божова здесь я не слышу нашего севера нашего колорита наших лесов здесь я слышу хищные тропические цветы и зелень он мне даже ближе куда-то к эденко шарель хотя в другом ключе вот такой своей тропической хищностью здесь зелень гиацид гелиантроп здесь здесь конечно же есть еще и яркие такие цветы как тубероза жасмин и что-то еще из экзотических но в первую очередь я здесь слышу такую вот зеленую хищность а когда ты его распыляешь сразу нас относится куда-то в советское такое ретро ретро звучание у него советское прошлое чуть ли не советское парикмахерское из далекого-далекого детства и он такой очень одеколонистый на старте в духе хороших советских парфюмов или одеколонов но это быстро проходит он запудривается становится таким очень ирисогелиотропным сладким приторным и вот удушающе сладким своей зеленью тропической да здесь есть и дубовый мох и ветивер и ирис обязательно ну и там даже ваниль и сандал и прочее это конечно зеленый шипр никакой это не цветочный зеленый как заявлен официально это просто классический олдскульный такой зеленый шипр ретро мощный красивый когда вот настоялся он мне понравился сейчас гораздо больше я попробую обязательно его еще поподробнее почаще поносить но вот даже сегодня мне прямо от него очень стало на душе радостно малахитовый цветок изменил мои мое отношение к себе вот буквально сегодня рекомендую в эту же коллекцию у меня есть василиса прекрасная 22 года аромат олаф ларсен парфюмер восточно древесные группа что слышу о нем говорила не раз и в ароматах уюта и где-то еще в зимних по моему до новогодних встречался у меня он здесь слива такой взвар и сухофруктов мед а перуанский бальзам может быть еще жженый сахар это такой либо взвар сухофруктовый либо даже кальян теплый согревающий но при этом он позитивный и я хочу сказать что я слышала алексе эликсир они парфюмированную воду это аромат еще более восточный более яркий и эликсир мне понравился больше пока у меня его нет в любом случае здесь есть и вернил и вот кто вот этот не вернил активно очень сложно к нему относится ярко слышат он может тому не понравится а так почули дубовый мох восточная сладость пряности корица и весь набор специй с глинтвейна мне вот то что я люблю очень нравится конечно в зимний осенний сезон подхожу к разбитому сегодня эликсиру ну обязательно все равно его приобрету потому что он всегда должен быть и парфюмированная вода в таком же роскошном флаконе кстати я хотела сказать что одной из последних выставок нишевых парфюмерии российских брендов было мною получена мной информация о том что он черный лебедь в эликсире вот в таком прекрасном флаконе он есть еще в эликсире в покой у меня парфюмированная вода здесь но и бывает эликсир он уже снят поэтому если кому-то интересно во флаконе эликсир можно купить только вот последние месяцы видимо и больше выпускать не будут но он вот в таких прекрасных тревел версиях был за исключением колпачка очень хлюпкий вот за счет этого сегодня произошел тур но в любом случае эликсир звучит интереснее и более конечно это просто другой аромат черный лебедь о нем пою не раз уже оды ему поэтому можете предыдущих выпусках и почулистых о нем посмотреть да и вот про розу сейчас снимала предыдущий выпуск он там был для меня это сразу сразу сандал сразу специи типа кориандра и такая соленая морская вода и там действительно в на этих волнах плавает где-то прекрасный черный лебедь здесь роза пачули дубовый мох обязательно фиалка дающая пудровость и конечно вот такая бортовая прекрасная роза я считаю это шедевр это мой самый любимый браккар идем дальше я представляю вам сегодня впервые недавно приобретенный мною 100001 жасмин от браккар линейки once upon a time и это флакончик новой версии но я долго зрела к покупке наконец его приобрела и очень-очень этому рада для меня это просто мастхэв на весенне-летний сезон вот у меня он более месяца и я им наслаждаюсь я здесь слышу зеленый чай цедру именно лимона и сахар с жасмином вот заварили зеленый чай с жасмином положили сахар и добавили лимонную цедру он политкорректный он не задушит он звучит хотя на старте и громко но быстро присаживается приятным чайным облачком витает рядом у него приличная для этой концентрации парфюмированной воды бракаровской стойкость и умеренная диффузность я в него влюбилась его отлично комбинировать и наносить вот я нашла например к нему комбинацию кстати хотела следующий один из следующих выпусков посвятить теме пары то есть когда мы смешиваем какие-то два аромата один берем как базу а второй аромат оттеняющий первый а практикуете ли вы такое ношение парфюмерии мне будет очень интересно расскажите пожалуйста и если у вас любимой пары будет ли вам вообще интересен подобный выпуск к нему я нашла пару из ношу я его вместе с ти роуз воркшоп и получается конечно просто что-то невероятное это как раз жасминовый зеленый чай и прекрасная натуралистичная роза типа шиповник там и диффузность удвоивается утраивается вернее и смягчается вот эта чисто выраженная воркшоповская роза в общем получается не не наверно красивый фруктура розовый жасминовый чай идем дальше в этой же линейке one upon a time у меня есть единственный еще экземплярчик который мне очень нравится о котором рассказывал fire blue огненный цветок 19 года и этот аромат у нас с вами ну он заявлен как гурманский восточно-гурманский но да с этим я и соглашусь пожалуй я его люблю и мне он напоминает berberi о чем я тоже вам уже рассказывала у него здесь у него здесь с вами можем услышать для меня он сразу стартует шафраном ванилью сладкой ягоды типа действительно малины или может быть ежевики чем напоминает berberi her и у него прекрасные прекрасная специйность ладан и и что-то еще ну скорее такой вот ваниль на восточно-пряное направление очень приятный холодное время года люблю ношу рекомендую шлейфовый и очень долго долго сохраняющиеся стойки переходим к следующей серии у меня три представителя из этой серии лестуар дамур серия и ля нуй мальчик то есть магическая ночь из истории любви с нее мне хотелось бы начать ну вот держу флакончик в руках магической ночи и вообще вся серия выполнена в таких приятных округлых флакончиках как отполированные морской водой камушки тактильно эстетическая очень эстетически очень приятно к сожалению серия снята вот так бывает как у новой зари такой бракара как будто бы разлили несколько бочек новых ароматов потом бочки закончились и дальше снимаем с производства очень жаль и так история любви магическая ночь двадцатый год молоко лесной орех ваниль вот то что слышу я композиция несложная в начале когда была свежая у меня вообще это чисто аромат чисто уходового крема средства типа крема крема для тела сейчас настоялся и стал больше ореховый молочный и больше уходит в гурманику он так и заявлен как восточно-гурманский тоже соглашусь это так у него практически нет шлейфа он сидит близко к телу и стойкость его более чем умеренная так что если кто еще его не купил и может найти с рук рекомендую он приятен достоин в любом случае покупки создает такой очень аромат чистоты ухода позитива и согревает в холодный сезон для летнего сезона из этой линейки у меня есть лёву яша романтик то есть романтическое приключение путешествие простите это аромат я о нем рассказывала в выпуске про розу это аромат потерял крышечку да где звучит пион и роза один из самых приятных розовых пионов которые я слышала легкий романтичный романтичный жизнерадостный девичий летящий сладкий нестойкий и очень очень позитивный все что могу о нем сказать и вот аромат который многие парфюмерные блогеры когда он появился очень рекламировали его сейчас уже трудно купить потому что тоже снят да и это у нас мечтатели мечтатели о них говорят либо плохо либо хорошо либо никак я скорее к ним нейтрально отношусь это двадцатый год древесная мускусная группа для меня это аромат свеже распечатанных журналов таких знаете ну глянцевых журналов то есть здесь запах бумаги такой ириса запах деревяшек из серии молекул и пожалуй все нет здесь еще есть такая замшивость бумажность и замшивость приятная и ирисовая пудра но он очень 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 тихий на мой взгляд да здесь конечно явно явно слышен мускус и мускус здесь когда вот первые аккорды стихают он прям очень очень сильно закрепляется на месте нанесения и звучит до победного то есть он тихий но стойкий мускус кедр ирис замша вот что могу сказать о мечтателях приятный но что то есть в нем для меня что меня не очаровывает какая то вот такая молекулярная навязчивость которую я очень не люблю в современных ароматах скажу два слова от артуфа из серии natura felicità надеюсь правильно произношу из этой серии у меня единственный только тартуфа потому что все другое на меня не произвело впечатление и он по-прежнему мой любимец ну это просто знаете акварельная версия томовской томфордовской черной орхиде вот сколько я не сравнивала это оно только мягче тоже шлейфово и тоже стойко и просто мега бюджетно 500 рублей до сих пор можно потратить чтобы приобрести этот аромат тартуфа просто шедевр так же как черный лебедь из всего бракара для меня и пожалуй как тысяча и один же смир расскажу вам рассказывала и повторюсь сегодня lemon court от серии из линейки вернее cafe gourmet по-моему сейчас уже снят если я не ошибаюсь lemon court и это настоящий гурманский аромат и он конечно такой химический химичный простите немножечко но все же это в чистом виде лимоновый пирог из слоеного теста с кремом вот впечатление о нем всегда такое он не стойкий он достаточно диффузный быстренько отзвучал и пропал но база у него приятная хотя есть у него химозность такая звучание но не не диссонирует как-то вполне приятен из этой же линейки у меня модель который очень хвалят и мне она тоже понравилась больше чем lemon court например про модель я могу сказать что это ваниль как ни странно бумага ну потому что тут есть ирис да и пудра это такая очень приятная ванильная композиция которую хочется носить когда как-то вот уныло и хочется укутаться в плед в сладость ванильного напитка или ванильного десерта его послушать и ощутить вот это как раз история про модель про это состояние мне она нравится я вам рассказывала о бракарах из линейки color feeling у меня есть два и третий был подарен мной первый это оранж то есть оранжевый цвет и этот аромат про осень про сбор урожая ну конечно прекрасные флаконы мне не очень нравится своим минималистичным дизайном своим ярким цветом стекла вот оранжевый просто пленяет это бархатцы это морковка и это тыква вместе с какими-то приятными специями кроме вот бархатцев такой унисексовый аромат который осенью в конце сентября весь октябрь будет с вами прекрасно звучать он прям вот ниша ниша мне нравится звучит очень нишево и красный если оранжевый это осень то color feeling red такого яркого леденца цвета это зимний аромат и по-моему в зиме как раз новогоднюю подборку я о нем рассказывала ну это клюквенная настойка кальян нет не кальян скорее глинтвейн ну тут есть и специи и фрукты такие типа вишня клюква и пудра потому что здесь корица еще ваниль все это очень красиво нежно ярко но нежно звучит нравится и еще у меня был в коллекции black то есть черный но это чисто мужской аромат с таким одеколонистым стартом был мной подарен папе потому что он просто вот мужской мужской благородный очень красиво звучит где это вот для меня в направлении фаренгейта не по звучанию а вот по степени дороговизны и красоты композиции там для меня аромат кокоса перец амбра сандал вот такое вот сочетание мужских нот очень красивый и ничуть не хуже но все же я его подарила потому что для себя я его не представляю он такой скорее для взрослого зрелого статусного мужчины вот те бракары ароматы от бракар которые я имею в коллекции и которым я активно пользуюсь более-менее в разных комбинациях при разных случаях расскажите о вашем бракаре что вы у бракара любите что носите что вам не нравится у бракар и как относитесь к названными к названным мною сегодня благодарю за внимание как всегда прошу о комментариях и лайках подписывайтесь кто не подписан на канал и до новых встреч